здравствуйте зрители моего канала сегодня у нас вот такая вот интересная магнитолка айва и интересна она нисколько что это просто магнитола айва она необычная давайте посмотрим на него повнимательнее обычной магнитолы это вот модель rm 78 обычной магнитолы отсутствует вот эта кнопка здесь должен быть микрофон дальше отсутствует вот эта кнопка смотрим сзади тут есть какая-то наклейка тмл-1 в и ручка потенциометра больше вроде бы все но вот вот этот переключатель он присутствует и на обычных магнитофонов так у него тут о с с чтобы это значило можно было бы сначала подумать что переключение питания там допустим 110 вольт или 220 но здесь ничего не написано просто одна . дробь две точки чтобы это значило не знаю так что тут еще у нас какая информация есть а его модель rm 78 в 230 вольт ну тут бы тоже было написано что если бы напряжение разное было то они бы написали разное напряжение но тут только 230 50 герц и от батареек 6 вольт 4 батарейки по полтора вольта потребление 6 ватт токио джапан ага тут вот еще присутствует посмотрите какой шляпка болтика здесь все под крестовую отвертку а здесь под шлицевую видите что-то тут закреплено так ну кроме того что мы тут еще можем посмотреть значит это у нас управление кассетами кассетой она есть одна это наушники это переключение режимов кассета или радио также в режиме когда на кассету поставлена и мы не нажали никакую кнопку то на выключенном состоянии будет дальше это у нас тон более низкие частоты и если сюда то более высокий преобладать будет это у нас громкость это переключение ради этих диапазонов вылетело слово из головы а м ф м 1 ф м 2 это настройка вот у нас тут шкала бегает ну в принципе и все так динамик у нас одна динамическая головка и пьезоизлучатель на вы че стоит тоже кстати плюс все равно будет давать сочности так что тут еще интересно автоматически автостоп механизм ну в общем то и все значит какая у него проблема у него не работает перемотка в обе стороны воспроизведение работает и также я еще хочу сказать чем необычен этот магнитофон этот магнитофон является тифло техническим информации практически нету вот допустим насчет вот этой айвы но есть производились магнитофоны которые советские допустим или российского производства вот это там были легенда там протон а также переделывались какой-то фирмой импортные вот я встречал раньше переделанный магнитофон был panasonic тоже примерно вот такого размера тоже под тифло технический был сделан чем отличие то что на кассете вот как мы знаем имеется две дорожки в одну сторону две дорожки в другую сторону чтобы было стерео а здесь получается стерео можно перри слушать как в обычном режиме кассеты так можно переключиться в тифло технический режим то есть скорость уменьшается в два раза вот и каждая дорожка читается по отдельности то есть на головке там несколько уже больше именно обмоток идет и можно считывать каждую головку каждую дорожку по отдельности и поэтому на кассету помещается намного больше информации она конечно с низким качеством получается но это вполне достаточно чтобы прослушивать какие-то аудиокниги для чего это было сделано но в первую очередь это делалось для слабовидящих людей которым нужно было читать книги и так а раньше то не было ничего там плеера flash от этих вот а все было вот только вот на кассетах и вот таким способом решалась эта проблема как на кассету вместить допустим всю книгу может быть на двух кассетах смотря какая книга кроме того кроме того что две скорости еще есть и плавная регулировка этой скорости то есть можно сделать чуть быстрее чуть медленнее уже как вам хотелось я его включал уже давно и вот немножко подзабыл вот что здесь переключение именно режим в тифло технический режим вот это наверно кнопка а вот это вот переключает дорожки или же наоборот вот не помню но в любом случае нужно ее сейчас будет вскрывать и смотреть что у нас здесь с перемоткой случилось скорее всего просто пасек потому что воспроизведение работает нормально кстати еще такой интересный момент если взять обычную кассету и прослушать на нем в режиме именно тифло технического магнитофона то при переключении дорожек можно воспроизвести какую-то дорожку задом наперед то есть в обратной пас но в сторону ноги будет читать и как бы ну сами знаете когда другую сторону допустим пластинку крутишь и какой звук получается примерно то же самое получится здесь на кассете откручиваем саморезы здесь 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 и один там внутри и еще один вот он внизу получается раз два три 4 5 передняя панель должна отходить но как обычно нужно открыть подкассетник открыл чуть не развалился попала не упал но там это он постоянно держит таких магнитофонах вот сразу давайте раз открылась так пока я держу посмотрим что тут за динамик динамик довольно интересный даже вот смотрите с такими ребрами жесткости по кругу идет чтобы не было резонансов может меньше но это довольно неплохо на самом деле так 4 ома полтора вата и как я говорил пьезоизлучатель крайней мере не муляж ну вот это вот штучка такая ползунок и и кстати вот когда вы раскрыли вот эту вот настройку радио больше крутить нельзя если же вы прокрутите вы собьете шкалу то есть у вас будет несоответствие то есть и вот эту нельзя шкалу трогать не настройку но понятно ну вот хорошо провода нам дают положить это все натяжку ничего нету все хорошо грязи тут конечно достаточно ну давайте рассмотрим посмотрите какая вот интересная здесь головка видите о чем я говорил на непростая здесь больше обмоток идет не просто как в обычном моно магнитофоне тут же он моно видите динамик то один хотя бывает экземпляры когда динамик один а на наушнике выход может быть и стерео так что тут еще бросается в глаза вот видите вот это уже что-то здесь наклеена подстроечники скорее всего скорость моторчика регулируется лента протяжки так дальше смотрите вот у нас этот провод от головки уходит вот туда скорее всего переключается той красной кнопкой дорожки на вот этой с кнопкой скорее всего переключается скорость уменьшенная то по-моему в два раза она уменьшается при прослушивании кассет тефлотехнических так что тут еще интересного а где-то что-то крутушка еще у нас потенциометр но вот как раз он у нас там вот под платой где-то как раз здесь у нас под строчники да вот они как раз здесь регулирует скорость двигателя так у нас вот крайней мере один пасеки уже вижу он живой а почему у нас не работают перемотки у грязи тут конечно столько крошек каких-то так но это надо сейчас лента протяжку открутить для того чтобы и снять откручиваем вот этот вот один саморезики открутил и вот один и пробуем поднять так ну вот открутил я перевернул и уже да видите вот отсюда должен туда эти пасек на вот этот вал но его нету очистить тут тоже взять щеточку все это вычистить не помешало бы давайте посмотрим на плату раз уже подняли лента протяжку вот кстати у нас переключатель этот 6 точность одной точкой с двумя что он здесь делает ну не знаю это надо просто разбираться это вот уже сама не самодельно это вот какая-то фирма это делала все это ведь эту кнопка вот это это не штатная это вот изменение как раз таки вот режим включения может воспроизводить как обычные кассеты так и тифлотехнические так где же у нас тут микросхема усилителя должен же быть где-то тут радиатор все таки хоть она и не мощная но там сколько вата полтора два может быть она мощностью но неужели без радиатора так но пока заснимем микросхема потом под атошит надо будет посмотреть так это у нас т.а. шестьдесят два восемьдесят а лет наверно т.а. семерка впереди он не видно было 70 т.а. 76 28 hp вот она микросхемка так но это микросхема скорее всего радио т.а. 81 64 п так больше микросхем здесь нету может она с другой стороны платы вот это может быть так чтобы поставить этот пасек вот я его уже поставил он у меня вырезанный из велосипедной камеры сюда кстати на перемотку пойдет а вот этот вот пасек нужно уже чтобы хороший был вот он оригинальный нужно сначала снять вот этот пасек а потом уже вдеваем тот и вот я уже вылипался оказывается тот пасек сгнил и превратился он видите на нем такую липкую субстанцию кстати сказать нет немного я не прав но хотя для такого магнитофона может я и прав а для более качественного допустим даже суда плохой пасек будет влиять на тон вал же шон все равно если допустим будет кривой все равно на этот вал будет какие-то вот вибрации передаваться и детонация будет уже выше но в данной конструкции такого класса магнитофона скорее всего разницей будет практически никакой этот же пасек хорошем состоянии поэтому оставим оригинальные вот от него точно будет сильно зависеть качество воспроизведения бывает включают кассету на там плывет вообще до того такой звук вот сразу видно что там не знаю из-под денег резинка что ли стоит или еще что-то но совершенно не то что надо так ну вот и все осталось почистить так ну вот собрал я включил радио спасибо тебе большое за игру ты сделал мой вечер но вообще тут условия приема такие не очень потому что в яме нахожусь это в принципе нормально принимает и звук довольно приятный по сравнению но вот как вот сейчас такие вот маленькие китайские приемнички и вот эти вот нормально более приятно звучит все-таки ну а теперь давайте попробуем какая-то кассета у меня тут завалялась что она из себя будет представлять ну тянет все равно слышите как она тянет все таки тому пасеку тоже конец либо то что я вот этот вот поставил а он с клейкой этот надо было вычищать все вот это вот клейку массу и он хотя не знаю факт в том что тянет и надо проводить еще раз открытие и сделать уже профилактику нормально вычищать все и скорее всего оба пасеку ставить новые так он работать не должен но а теперь давайте посмотрим какие эффекты дают эти тефлотехнический режим значит это вот обычно а теперь видите он обратную сторону получается переключилась дорожки и он получается задом наперед теперь стал обратную сторону играть а это переключение скоростей видите медленнее стало а сзади видите плавная регулировка скорости в общем видео то это не сколько чтобы сделать этому магнитофону профилактику а просто вот интересно было залезть туда и вам показать вообще что это за тефлотехнический магнитофон такой вот ну и попробовать сделать его как бы сказать малой кровью но видите не особо это дало хорошего результата по крайней мере у нас перемотки теперь работают в обе стороны вообще не работали но с лентопротяжкой надо заниматься чтобы вот такого плавающего звука не было спасибо за просмотр спасибо за просмотр наверное вот до